Привет! Вот сейчас прочувствуйте. Кевин Ховард из Северной Каролины засадил нового парня своей бывшей жены на 750 тысяч долларов за то, что тот, в общем-то, новый парень его бывшей жены. Вообще, этот парень, который Кевин, выглядит как тот, которому палец в рот не клади. Ну и вообще, как тот, с кем шутки плохи, но сам он пошутить гораздо. И мне нравится, что засудил он не жену, а именно как бы того чувака. Да, все в семью. Правда, он уже как бы развелся давно. Так вот, закон вот этот вот самый, в общем-то, был принят еще в начале 19 века, когда увод жены приравнился к краже имущества. В общем, все это благодаря тому, что в Северной Каролине и еще паре штатов все еще действует закон о преднамеренном разрушении брака. Вот, узнал про измену, развелся и подал в суд. Отличный план, удобненько. Зато можно сказать, что Кевин теперь завидный жених с почти миллионом денег. Ну, кстати, потенциально, потому что разлучник сейчас вроде как unable to pay, ну, в смысле, должок на нем висит. И мне вот интересно, вот этот вот дядька, который подал в суд, он как бы юрист, потому что он выглядит как юрист или историк. Потому что кем нужно быть, чтобы знать про этот закон? А может, его просто знающие люди окружают? Так вот, по словам адвоката, в среднем в штатах раз в год выносят судебные решения по преднамеренному разрушению брака. И суммы иногда бывает намного больше. Но, надеюсь, у затейников настоящая любовь и игра стоит свеч. Так вот, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий этих дней. А как насчет славной битвы, мой ярл? Сегодняшний выпуск вышел при поддержке викингов, многомиллионной топовой онлайн-стратегии, где все зависит только от тебя. И, кстати, чтобы не ходить вокруг да около, совместно с викингами мы проводим конкурс. Прокачавшись до 10 уровня дворца, можно выиграть новый iPhone 11 Pro. И таких счастливчиков будет два. А хочешь сорвать куш и завоевать MacBook Pro? До конца октября достигни самого высокого уровня дворца среди остальных участников. Розыгрыш призов состоится 5 ноября. Первый раз, когда я рассказывала о предыдущем конкурсе, я чуток сама поиграла, потом позаходила чуток ежедневно, подразобралась, что к чему, вступила в клан, затем в другой, третий, и там везде все рассказали, что к чему. И там реально у народа прям большие планы на ачивки и сражения. И если вам любы онлайн-игрушки такого типа, то, возможно, любопытно будет попробовать и эту. Если честно, я сама в тот раз в конкурсе участвовала, развила дворец до 15 уровня, но не выиграла, но зато в движухе участие приняла. Надеялась, не скрою. И, надеюсь, вам повезет в этом плане больше. Там надо заполнить форму по достижению и ждать. И, опять же, если вы отстроили реально изрядно многоуровневый дворец, то может замаячить суперприз. Ну, и игра постоянно обновляется, и разработчики активно добавляют новые ивенты и соревнования. Например, прямо сейчас в игре проходит глобальная битва кланов. Мой никнейм вот здесь, и это, кстати, просто чтобы оповещать других игроков, что мой монорез железа. И у меня уже, по-моему, 17 уровень дворца. Строится вроде 19. Сможешь меня перегнать? Качай, игру и узнаем. Переходи по моей реферальной ссылке в описании, чтобы получить бонусные 200 золотых и крутой щит. Кстати, это не тот щит, что как бы в руку, а тот, что защищает ваш город. И, кстати, не забывай про конкурс. Удачи! Кстати, ребята и девчата, с прошлым выпуском случились небольшие траблы... С прошлым выпуском случились небольшие траблы во время заливки. Ну, я сначала заливала один, но у меня очень был медленный интернет, поэтому я его опубликовала, но он еще был не залит, поэтому я попросила другого человека залить. И он, короче, залил, а я до этого еще удалила тот, а YouTube видел, что это тот же самый выпуск. Так, сложно. Короче, с прошлым выпуском случились небольшие траблы во время заливки, из-за чего YouTube решил о нем никому не рассказывать и никому не показывать. Но, тем не менее, нигде YouTube особо не демонстрируясь, он собрал 70 тысяч просмотров. Значит, он точно в порядке. Так вот, выпуск есть, и я буду рада, если вы тоже порадуетесь, узнав, что можете глянуть сразу два выпуска. Ссылочка, как всегда, в описании или следующее видео в плейлисте. Ну и да, у нас там все немножко подзатянулось. Я его снимала 3 октября, вышел он сами, посмотрите, какого числа, писался он еще раньше. Вот, подзатянули мы с ним. Ладно, к свежим не новостям. Так вот, ой-ой-ой, что ж творится? То есть в США приостановили производство аудиокассет из-за недостатка сырья. То есть целая эпоха уходит. Суть в том, что национальная аудиокомпания разослала своим клиентам письмо, в котором извинилась за задержку с поставками своей продукции. По их словам, единственный в Америке завод, производящий гамма-оксид железа, большую часть этого года был закрыт на реконструкцию. Из-за чего НАЦ получил намного меньше сырья, чем заказов. И компания обещает вернуться к запланированным объемам производства только к концу года. Так вот, я не то чтобы выеживаю с тем, что мы живем в 21 веке, но, как бы, если честно, я не ожидала, что кассеты еще кто-то покупает и производит. Хотя, по логике, наверное, нормально. То есть у многих все еще есть кассетник, и все хотят что-нибудь записать. То есть даже для меня это был довольно долго самый легкий способ что-нибудь записать. То есть у родителей даже где-то сохранились кассеты, где мы с ними и сестрой мелкие песенки поем. И, кстати, да, именно на таких вещах и слышишь различия в голосе, а не когда смотришь свои первые выпуски. Там вообще все то же самое по голосу. М? Да и та же хипстерская мода на винтаж. Многие музыканты сейчас выпускают эксклюзивные версии альбомов на виниле и кассетах. И мне, например, было очень удивительно узнать, что за эти пару лет продажи музыки на кассетах стабильно растут. Ну и, конечно, шпионы. Куда без них? Я их только так и представляю. Ну, точнее, не совсем с кассетами, а скорее с бобинами, но да ладно. В общем, мне самое неожиданное в этой новости, что кассеты до сих пор выпускаются и пользуются спросом. Ну, то есть, а вы, например, пользуетесь, например, послушать ту самую кассету, которую в детстве выменили у соседских девчонок с крутыми модными песнями. Ладно, вернемся к более современным технологиям, к экзоскелетам. Одной из основных идей, ради которой человечество когда-то начало заниматься экзоскелетами, была помощь парализованным людям вернуть способность двигаться. И вот теперь с этим начинает по-настоящему что-то получаться. Ученым университета Гренобля удалось поставить на ноги 28-летнего парня, получившего когда-то серьезную травму позвоночника. Ему имплантировали два датчика, считывающих электрический импульс у мозга, и два года отрабатывали с ним движение в виртуальном тренажере, хотя личность пациента не раскрывается, так что может и не настоящее имя, смог самостоятельно пройти 145 метров, ну, самостоятельно в экзоскелете. Да, пока что система подвешена к потолку для подстраховки, от которой в будущем надеется отказаться. И вообще все очень похоже на первые шаги новорожденного, но ведь по сути так и есть. Человек фактически заново учится двигаться, причем управляя не биологическими мышцами, а электроникой и сервоприводами. Это просто здорово, и в будущем этот метод наверняка отточится и станет гораздо элегантнее, а затем будут разработаны еще способы, как помочь людям. А в Москве на 86-м году жизни ушел из жизни космонавт Алексей Архипович Леонов. НАСА прервала свою трансляцию выхода в космос на МКС, чтобы это сообщить. Леонов первый человек, что вышел в открытый космос еще в 1965 году. Первый, кто совершил стыковку пилотируемых космических кораблей с несовместимыми системами жизнеобеспечения. Командир советского экипажа в полете Союза Палон и замечательный художник. А также Леонов был человеком на самом острие прогресса, и человечество провожает его с уважением по всему миру. Спасибо за смелость, первопроходчество, вклад в науку, историю и развитие космонавтики. Ну а напоследок сегодня вот вам история о настоящих ниндзя. Ниндзя, как всем известно, должны быть незаметными. И именно так действовала студентка Эйми Хага, сдавая чистый лист в качестве сочинения о посещении музея истории ниндзя. Но тут, кстати, не все так просто. Что характерно, идея сработала. Профессор оценил иронию и поставил Эйми высшую оценку. И пока вы осознаете гениальность этого плана и думаете, как его можно применить в своей учебе или работе, я скажу, что все-таки не все так просто, и оценил профессор вовсе не иронию. То есть каждый может сдать пустой листок вместо сочинения, и многие так реально делали. Но обычно высший балл за это не получали. Ну, хорошо хотя бы, если с зачет уходили. Зато, если потратить ночь на подготовку и написать сочинение невидимыми чернилами, которые профессор сможет прочитать только нагрев листок на плите, вот это как раз достойный уровень самоотдачи. Вот это погружение в тему. Так вот, этот энтузиазм, наверное, неудивителен. То есть это университетский курс по истории ниндзя. То есть это же мечта половины детей со всего мира. И по крутости с этим курсом мог бы соперничать только курс истории пиратства. Ну, если вы понимаете, о чем я. Хотя, знаете, ниндзя все же круче. Ладно, совсем не связана с этим тема, но все об этом говорят. Так что ходили ли вы уже на Джокера? Потому что я уже успела глянуть, и даже в кино и спойлеров не боюсь. Так вот, спасибо всем подписчикам Неновости Плюс, и отдельное спасибо мистеру Хомяку. Если хочешь стать подписчиком и ты, ссылочка в описании. Кстати, смотрите прошлый выпуск и участвуйте в конкурсе викингов, если интересно. Хорошего вам всем, ребята и девчата, неделя. С вами была Елена Рассохина. Пока. Покеда.